всем доброго дня это видео посвящено такому классическому традиционному боевому искусству как фанзи чуань о нем на нашем канале периодически мы ведем речь и сегодня мы поговорим немного об истории этого стиля и о том как он повлиял на другие боевые направления полную версию этого видео с фрагментами работа мастеров фанзи чуань вы увидите перейдя по ссылке внизу а мы продолжим вернее обратимся книге алексея масло боевая добродетель и вот первое упоминание фанзи чуань в этой книге выглядит таким образом середине 19 века наметилось еще одно интересное явление в боевых искусствах начали создаваться комбинированные стили на основе слияния сразу нескольких крупных направлений именно таким образом возник один из самых известных мега стилей кулак сквозной подготовки тунбэй чуань его важнейшими составными частями стали кулак восьми пределов ба джи чуань рубящий кулак пику а чуань крутящийся кулак фанзи чуань пронзающие ноги чуа дзяо вот первое упоминание о фанзи чуань в этой книге дальше читаем во время грандиозного восстания тайпинов в 50-х годах 19 века основными стилями восставших стали именно фанзи чуань и чу дзяо а после поражения разбежавшиеся повстанцы стали распространять стиль в тайных обществах провинции хэбэй так соединились стиле чуа дзяо и фанзи чуань действительно на сегодняшний день мы знаем такое боевое направление как фанзи чу дзяо и немало мастеров этого боевого направления из тайных обществ и вышел первый официальный патриарх чу дзяо дуань цюхэ по прозвищу железный архат живший выезде гао лян провинции хэбэй вместе с ним обучался его друг вань дзяо получивший за свои стремительные удары прозвище ван железная нога их учителем стал наставник хай лу ма обучавший в том числе и тайпинов и знавший немало тайных приемов которые он открыл только дуань цюэ хэй долгое время комплексный стиль чу дзяо фанзи чуань не выходил за рамки клана дуань но однажды в его школу пришел сюи джао синь который к тому времени был уже известным знаменитиком фанзи чуань он в течение нескольких лет работал над совмещением работы корпусом и руками и стиле фанзи чуань и хитроумной техникой ног из чу дзяо цюэ передал свой комплексный стиль нескольким близким ученикам одним из которых был вян ван фан перебравшийся в крупный город делим я взял в обучение лишь двух человек первым учеником стал житель вояна ху чун сян телохранитель и личный учитель виднейшего деятеля китай того времени командующего крупной армией на северо-востоке китая джан дзо линя вторым учеником был ян дзин чуй обучивший известного бойца чан цин чуня его учениками в свою очередь стали ма фэн ту и ма ин ту приблизительно в то же самое время в провинциях шэнси и гань сон начал практиковаться другой стиль вскоре получивший известность во всем китае назывался он крутящийся кулак фанзи чуань или вращение кулаком а также 8 вращений башань фан такое название происходило от многочисленных вращений руками быстрой смены уровня атак в результате чего удары сыпались как мелкий дождик в осенние минасти традиция утверждала что этот стиль восходит к самому цвет дзи гуану который в своем трактате новая книга заслугах воинском деле упоминал что башань фан и чар дуан также являются лучшими из лучших стилей действительно современном стиле ба джи чуань мы встретим немало приемов которые использовали в системе че дзи гуана фан джи чуань в том виде в каком он известен сегодня вышел из школы руководимый неким хан ума в провинции хэбэй затем центр фан джи чуань переместился в школу его ученика джунь ши преподававшего одновременно и другой старый стиль чо дзяо этот гибрид фан джи чу дзяо дальше начал передавать один из самых известных мастеров нового времени сюи тау нэн неподалеку от лояна он открыл крупную школу который соперничал славой даже со знаменитым шаолиньским монастырем стиль отличали резкие короткие атаки низкие стойки постоянная работа корпусом удары по болевым точкам вскоре фан джи чуань стал одним из самых популярных стилей в хэбэй хэнани немало мастеров использовали фан джи чуань в качестве составной части своей школы сочетая его с другими стилями так начали совместно преподаваться фан джи чуань одной из направлений стиле богомола 9 приемов богомола тан лан джи шоу после синхайской революции 1911 года фан джи чуань слился со стилями чо джиао и фигуа чуань и благодаря известному мастеру ма фан ту распространился по всему северо-западу китая одновременно на основе слияния кулака ян цина позже перешедшего в кулак потерянного следа мидзун чуань и фан джи чуань сформировался и необычный стиль ян цинь фан джи в район чан джи не распространился крутящийся кулак как те орла инжао фан джи с ростом школ фан джи чуань наметились основные различия между направлениями этого стиля в разных провинциях например на северо-западе под воздействием целого комплекса стилей объединенных общим названием тон бэй чуань фан джи чуань стали активно использовать мягкие покачивающиеся движения поясницы при выбросе силы северо-восточное направление делала большой удар на жесткую круглую силу в начале нашего века важнейшей составной части тон бэй чуань стали кулак рубящих ударов пигуа чуань пигуа чуань настолько тесно интегрировался в тон бэй чуань что ею даже назвали тон бэй пигуа чуань пигуа считается очень древним стилем долгое время преподававшимся исключительно среди армейской элиты но в конце 19 века он переместился в народную школу боевых искусств там пигуа обрел все черты закрытой народной школы и даже приобрел название характерное для закрытой школы врата рубящих ударов пигуа мэй хотя бы уже к тому времени общедоступен родился стиль все в той же провинциях и бэй где возникли все стили комплекса тон бэй чуань бадить ванчо джиао фанзи чуань сначала пигуа практиковался в уездах яньшань сайсян нан пи кстати именно здесь в эту эпоху жили известные мастера по тайге чуань с приходом в тон бэй чуань формы пигуа чуань несколько изменилось движение стали более мощными широким прибавились резкие выдохи в момент удара появилось немало вращение руками и передергивание корпуса они пришли из фанзи чуань дальше об этом боевом направлении алексей маслов упоминает следующем фрагменте справедливости ради отметим что до сих пор вопрос о типологизации усилий день довольно запутан на всякий случай день это не мышечные усилия и его вариантов существует по крайней мере несколько и сегодня не существует какой-то общепризнанной четкой схемы и все же идея ма фэн ту дала свои плоды он был способен теперь точно определить какой стиль можно включать систему тун бэй чуань а какой несмотря на всю видимую родственность не подойдет поэтому под одним названием безболезненно и гармонично соединились стиль длинных ударов пигуа чуань и школа коротких атак баджи чуань стиль работы ногами чу дзяо и построены исключительно на действиях руками фанзи чуань дальше фанзи упоминается в контексте кулака когтей орла инжао чуань да читаем в отличие отряда предыдущих стилей кулак когтей орла инжао чуань изначально носил исключительно прикладной характер он вышел из известного стиля вращающийся кулак фанзи чуань а тот в свою очередь был тесно связан с синей чуань таким образом ряд внутренних принципов синей чуань через несколько поколений проявился в кулаке как те орла из крутящегося кулака сюда пришли многочисленные вращения руками и телом перескоки с ноги на ногу быстрые переборы руками в книге о которой идет речь есть еще несколько обращений к фанзи чуань но они для нас сейчас не очень актуальны самое главное что мы сейчас прочли это то что фанзи повлиял на большое количество боевых направлений в традиционных китайских боевых искусствах и послужил опорой при таком достаточно массовом восстании тайпинов о котором тоже упоминалось то есть это боевое направление было не просто прикладным и боевым она прошла по крайней мере ряд проверок во время вот этого восстания понятно что любой тоталитарный режим так или иначе подавляет любые восстания любые недовольства но как мы видим большое количество адептов фанзи чуань сохранила свою жизнь и смогу распространить это боевое направление по всему китаю вот мы видим дальше как фанзи смешивается с большим количеством боевых направлений и рождает новые боевые направления но в частности тут упоминался тунбэй такое направление которое сейчас в мире достаточно популярно и весна как мы видим одним из его корней является фанзи здесь упоминался танлан пай и джао цуань не упомянулись еще ху цуань ху цуань и другие боевые направления на которые тоже повлиял сильно фанзи да я еще забыл еще раз напомнить о том что фанзи еще сплелся с чуа джао таким образом боевое направление которое строилось практически целиком на работе руками сплелось с боевым направлением которое практически целиком строилось на работе ногами из этого исследования алексея маслова мы приходим к выводу что во-первых фанзи цуань имеет многовековую историю но его влияние на другие боевые направления произошло ну благодаря собственно вот этого вот восстанию тайпинов которое было подавлено и именно благодаря этому собственно распространился фанзи цуань на многие многие боевые практики еще эта ситуация вполне характерна для многих боевых направлений которые тоже не смешивались не распространялись китае были достаточно локальными хотя их представители вполне могли служить при дворе например или перемещаться из области в область из уезда в уезд но бы эти боевые направления все равно долгое время оставались герметичными до какого-то удачного случая который по каким-то неизвестным нам причинам а порой и известным причинам распространял эти боевые направления и внутри китая и на весь мир ну скажем так было с ипландским крылом венчу или с упомянутыми уже баджи цуань и тонбэй на сегодняшний день нам известен целый ряд модификации фанзи цуань эти модификации связаны с тем что фанзи действительно очень плотно слился с разными боевыми направлениями и в чистом виде фанзи в том виде в котором он когда-то существовал там скажем до 19 до 20 века наверное мы сейчас уже такой фанзи не найдем мы найдем массу его модификации однако под этим брендом под вращающимся кулаком все равно мы находим школы и мастеров опять несмотря на то что работают они все-таки несколько по-разному интересно что фанзи на сегодняшний день можно считать неким открытым кодом потому что это неس к напоминает программы которые в современном обществе там пишут программисты есть программы которые легко достаточно уважаться сочетаются компилируются с другими какие-то дополнительными модулями там и так далее вот фанзи стал такой вот программы с открытым кодом и с возможностью компилироваться с другими программами если так можно говорить о боевых искусствах и в принципе на сегодняшний день те немногие люди те немногие бойцы, которые практикуют Фанзи Чуань, действительно, они имеют фактически доступ к большому количеству других боевых направлений, благодаря вот этой вот основе, вот этому фундаменту, заложенному во множество боевых направлений таким стилем, как Фанзи Чуань. Вот все, что я хотел сказать пока по этому поводу. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Для этой цели рекомендую подписаться в Facebook, Telegram и на прочие ресурсы, на которых речь идет о боевых искусствах. Все ссылки внизу в описании к видео, а также ссылка на полную версию этого видео, где вам предложено будет посмотреть еще фрагменты с мастерами Фанзи. А я вам желаю хороших тренировок. Счастливо!